Итак, ребят, сейчас я хочу вам показать, что вы это знаете, и это реально работает. На примере такой вещи, как относительность одновременности. Пусть меня простят физики, которые работают с временем и пространством, но просто я увидел, что вот так можно объяснить, действительно. Итак, ребят, не пугайтесь, это совершенно несложно. Мы не будем применять никаких формул, а просто столкнемся с вещами, которые для вас очевидны. Нам надо понять, что ведь то, к чему я подвожу сегодня Мурата, это очевидно реально, и зависит только от него. Помните, мы говорили, он мог начать изучать язык, проходить типы данных, потом функции потихонечку, потом перейти. А я ему говорю, сразу с функциями, потом работаешь с типами, но при этом включаешь разные языки. То есть второй этап, да? А в школе еще появится третий, ну то есть то, ради чего и делала школа. Мы и подтянем его потом к разработке, о чем мы говорили в предыдущем видео. Но стоит вопрос, а реально ли? Абсолютно реально. Потому что просто надо понимать, вот это пространственная система координат. Сначала давайте возьмем суть. Вот это событие 1, вот это событие 2, вот это событие 3. Что такое относительность одновременности? То, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ребят, это будет единственная сложная вещь вот сейчас, а дальше будет все просто. Просто хочу, чтобы вы поняли, что есть определение. Оно нам, по сути дела, не особо важно, но просто прочитаем. Физики, относительность одновременности, это понятие о том, что отдаленная одновременность, происходит ли два пространственно разделенных события в одно и то же время, абсолютно зависит от системы наблюдателя. Ребят, вот это все можно для нас стереть, а оставить только одно. Все зависит от системы. Сейчас мы будем доказывать себе вот эту вот вещь, что мы можем находиться здесь и с нуля. Теперь смотрите, вот система координат. Если вы сейчас хотите увидеть здесь время, то вы его не увидите. Вот в этом-то и суть. Мы к этому придем. Ребят, но ведь очевидно одно, то, что мы сталкиваемся с событием 1, событие 2, событие 3. Ребят, согласитесь, если событие 2 находится по центру, и если взять вот здесь время, да, ну пусть это будет хотя бы сутки. И получается, что по отношению к событию 2, 1 это прошлое, а 3 будущее. Ну, это очевидно, и это есть каждый день. Сейчас обед, утром было до, а вечером будет после. То есть всегда есть прошлое, будущее, настоящее. Это и так понятно. Но вы не будете отрицать 100%, что всегда есть 2, когда мы работаем со временем, всегда есть 2 вещи. То, что было до нас, точка счета, сейчас мы 2, это было до, но это очевидно, да, и даже вы скажете, любой скажет, тут и говорить нечего. А что будет потом, это называется после. После. Ну, это тоже очевидно, да, согласитесь. Но ведь на этом и строится вся вот эта вещь. То есть, по сути дела, давайте сначала возьмем, я расскажу простой пример. Все зависит от системы счета наблюдателя. Сначала сделаем простой вывод, который мы будем доказывать. Мурат, вот он, он мог сделать первое. Сейчас, секунду, остановлю. Первое. Так как он и начал. Если, допустим, взять с нуля вот эту точку счета, а вот на этот уровень надо выйти, чтобы был опыт писать масштабируемые приложения, то есть, это был бы опыт не языка, а языков, он знал бы Linux, работал с северной частью, знал языки для мобильных частей, знал Android Studio и многое другое. Мог работать. Вот к этому надо прийти. Он мог пойти первым путем, о котором мы говорили. То есть, с чего и начал Мурат, с классического пути. Помните, мы в начале этих уроков говорили. Определил типы данных, все правильно. И двигался бы себе потихоньку вот сюда. Заметьте, здесь сейчас нету времени. Здесь первое, Z, это наш уровень с нуля, развитие, разработка. Ось Y, это привычки. То есть, заметьте, привычки. И ось X, это движение или опыт. Вы спросите, а где здесь время? Я вам и говорил, что для нас будет иметь значение только одно. А зависит от системы осчета наблюдателя. Теперь вопрос, Мурат, задаю тебе. Простой вопрос. И ты на него прямо сейчас, и другие ребята отвечают. Теперь я спрашиваю. Мурат, смотрите. Вы посмотрели уроки и, в принципе, посмотрели книги. Везде все начинается с типов данных. Все верно? Все верно. И первый ваш план был определен на часть типов данных. Он верный план в Python. И идти так. И идти так. Помните второе задание, которое я дал, и вы сделали? Почему я на вас обратил внимание? Вы поработали с привычками. То есть, потом вы написали, что вы работаете уже привыкли к Жупитер. Потом, когда Асачи сбрасывал работу с функциями, и я увидел, что вы работаете со строками неплохо, скажите. А зачем вам оставаться на этом уровне? Я вам сказал, Мурат, а ведь вы можете сюда уже перейти. И работа с языком с начальным уровнем, но отсюда. Ребята, в этом же весь и смысл. Время определяет. И насколько быстро пройдет только сам Мурат. Я единственный, как преподаватель, подсказал. Мурат, двигай дальше. И время мы определяем сейчас. Время мы определяем сами. То есть, скажите, Мурат, а кто может определить, кроме вас, насколько быстро вы пройдете и как сможете? Только вы. И я знаю, что вам надо подсказать. Вы прочитали первый материал и поняли, что надо с типов данных. Да, но когда и это у 90% получится людей. Я говорю, только не получится, когда человеку надо идти по классической системе. Если человек там вообще с компьютером не был знаком, вообще. Но вы работали со строками. Я видел, вы начали интересоваться функциями. Составили первичный план привычек, которые начали предварять жизнь. То есть, объективно смотрим. Начали развивать привычки. У вас получаются методы. То есть, вы написали код, получилось, получили опыт. Это и есть энергия для движения, ваш опыт, когда получается. И теперь я вам говорю, Мурат, а давайте-ка сразу на второй уровень. И мы будем рассматривать все, что с нуля, то есть, проходить типы данных так, как вы и напланировали. Только уже с другом уровне. Здесь появились новые пункты. То есть, все нормально. Заметьте, время определили вы, приблизились. Уже начали рассматривать конструкции. А я вам говорю, Мурат, а давайте-ка вот сюда. Скажите, а здесь вот так можно? А кто запретит Мурату, если он не будет нарушать порядок именно? Не запутается. А мы не дадим запутаться. А как ему не запутаться? Очень просто. Здесь есть один ответ у меня. И он правильный. Это единственный правильный ответ. Мурат начал делать, то есть, система вопросов. Начало у него быть в голове, выстраиваться, к языку. Что делает большинство людей? Открывают книгу, читают. Какая бы она хорошая не была. Но какое отношение, вот берем в данном случае, человека? Он просто, этот человек будет у нас синеть. Злый будет. Он читает книгу, читает день, читает два. Он просто читает, а что такое типы данных? А нахрена они ему? Вы видели когда-нибудь автомобилиста, который, у него машина в сохранности? Ну, это редко. А он сидит, читает книгу по ремонту машины. Нет. Автомобилист всегда будет. Там свечи надо менять, свечи посмотреть. А он взял у него Volkswagen, а он открыл Renault, читает. Ну, потому что это про машины, я читаю. Нет, так не будут делать. А почему так люди поступают с языком? Ведь в книге есть информация. Когда происходит качественный этап перехода информации в знания, когда вопрос созревает к чему-либо в голове, нет в голове получения информации. Ребят, не путайте со школой, когда человек приходит в первый класс. Мы взрослые люди. И я сказал, что язык вы применяете и программирование каждый день. Книга – это своя система координат автора, не ваша. Автора. И прочитав книгу, человек, как обычно, ничего не понял, половину забыл и вообще ему скучно. А что я вам сказал? Всё меняется. Когда у вас, допустим, а вот когда Мурат, что делает? Начинает понимать типы данных, прошёл курсы на Pro365.net, он открывает уже книгу, ему уже типы данных знакомы. А дай-ка я расширю своё понимание. То есть, относится как к справочнику. Это уже знание. В чём смысл? Вам надо чётко понять все три этапа обучения. С нуля – развитие разработки. Что это для вас значит? Тогда у вас формируется система. Но эта система должна у вас в голове быть к языку. Не надо говорить, что… Знаете, как один парень написал комментарий? Ну всё, определив всё. А что хрен его знает? Правильно, недослушал. А говорю, я сделал много видео. Раз. Видео можно посмотреть? Можно. Я дал почитать статьи. Можно посмотреть? Можно. А третье. А Мурат начал что делать? Он составил план. Вот тот, который писал комментарий, человек, он повозмущался и пошёл. Он ждёт, что сейчас будет какой-то курс, где напишут степ-бай-степ, где он просто пройдёт и будет суперпрограммистом, а думать, кто за него будет. Хотя уверен, что в других частях жизни это прекраснейший человек, который думает, соображает, как сделать лучше, но не в программировании. Ребята, а ведь это большая ошибка. Ставите крест. Мурат. И моя задача – помочь. Мурат пошёл дальше. Я ему сказал, надо сделать это. Он делает. Сделал привычки. Написал, вижу, что работает Джупитер. То есть, начала развиваться система. Она у него в голове. Начал с чего? Начал с типов данных, пошёл работать со строками. Написал в группе, работаю так. Ага, если в группе написал, значит, можно помочь. Помогаем. И оказывается, пришли к функциям. Если бы не написал, не пришли. Пошёл бы по этой системе дальше. Составил план. Работает дальше. Я говорю, пошли отсюда. Смотри, вот здесь находиться до твоей мечты написание приложений намного ближе, чем здесь. Но ведь это зависит от системы координат. Скажи, пожалуйста, Мурат, отвечай сейчас на вопрос. И ребята, которые сидят перед монитором, тоже отвечают. Когда мы прошли типы данных, и за месяц у вас произошёл неплохой рывок. Вы много поработали в группе. Но что нам мешает подойти к функциям? Разобраться в функциях, а потом рассмотреть с позиции функций типы данных. Но находясь уже на этапе развития. То есть, уже работая с действием в языке. Понимаете? Одно дело, вы работали просто, ну, строка и строка. Вот так это делается. Вопроса, зачем, у вас нигде не стояло. Потому что не могло стоять. Как только я вас подвожу к функциям, у вас функция это действие. Вы начинаете включать эти типы данных и работать с ними так же, как и раньше, но уже с определённым замыслом. Происходит действие. Вы первичный вопрос понимаете, как это работает. Но я вас тяну дальше. А зачем нам применять функции? Вот тему сейчас. Вот хотим стать разработчиком. Нам надо понять, а для чего мы будем применять функции? Когда мы будем применять? Где применять? И смотрите, скажите, когда я говорил, что вот здесь вы познакомитесь с вторым языком, поймёте, вот на примере функций там было показано понять природу функций, но ведь скажите, пожалуйста, дальше мы перейдём к классам. Всё, что мы наработали на функциях со всеми методами, то есть со всеми вещами, в классах это будут просто методы. И мы начинаем уже думать не о том, как это работает, а для чего я буду применять функцию. Мурат, а скажите, пожалуйста, а что вам мешает это делать с первых шагов? Ничего. Только незнание того, что это можно. А я говорю, можно. То есть, вот оно время. Вы его определили в своей системе координат. Почему? Потому что можно определить относительно чего-то. Вы поняли? Моя система координат состоит из того, что у меня есть три ключевых момента, по которым я буду расти. Для того, чтобы делать любые приложения на любых языках. Обучение с нуля, развитие оно включает, и разработка. Я чётко понимаю, что для меня разработка, что для меня развитие, что для меня обучение с нуля. Кто мне запрещает стать на этот уровень сейчас? Смотрите, как ближе отсюда и отсюда. При этом я нахожусь в плоскости на одном уровне уже с тем и работаю над чем надо. Моё время сокращается. Это я определил. Почему это возможно? Потому что я буду работать с привычками, они меня будут выталкивать. Потому что я, вот как вы делали, сказали, отработали методы. Работая с привычками, это, по сути дела, получается, есть работа с кодом. Получение личного опыта. Это и есть и мотивация, и опыт, который, в принципе, начинает всё это вас продвигать. Да? То есть вверху. Я не буду рисовать второй квадрат. Но, по сути дела, грубо говоря, мы выходим на вот уровень в пространстве. И мы, по сути дела, двигаемся дальше спокойно по языку. На первом этапе мы, работая с функциями, изучив функции, работаем также с типами данных, но уже у нас есть опыт функций. Мы уже подготовили себя, работая с функцией, мы подготовили себя к работе с классами, потому что функции, там будут методы, плюс добавится self, там выделение места и так далее. Но для нас язык получается последовательным. В чём только разница? В том, что мы время определили сами. То есть мы поняли, что я могу смотреть на язык с позиции разработчика и быть уже на уровне того, чего я хочу, а уже подтягивать под себя материал. Но при этом, что меня будут двигать? Привычки и опыт. То есть код, который я буду делать. И эта система чем отличается от чтения книги? Потому что книга и человек, читающий книгу, не имеет никакой системы. У человека есть прочитать книгу. Вопрос, зачем изучить язык? Ну, а как ты изучишь язык, если там система автора? Это просто будет получение информации и не более того. Начинает книга служить, когда мы начинаем её использовать как справочник. А здесь у Мурата в голове выстраивается система. У него в голове. И получается, что вот эта вот основная система и Мурат со своей системой в ней. Давайте посмотрим, как это работает и на самом деле, что это совершенно реально. Я сейчас продемонстрирую некоторые вещи. Вот сейчас я вам покажу анимацию. Это доказанная вещь. Значит, на чём это основывается? Смотрите. Вот это у нас... Давайте сначала иллюстрируем, да? Пока вот посмотрим. Вот бежит некая полоса. Есть три точки. А, Б, С. Теперь давайте стоп. Поясним и остановимся на каждом моменте. Теперь показываю. Смотрите. Вот видите, вот часики. То есть, это угол зрения. Это то, о чём мы говорили. То, что всегда у нас неизменно в нашей жизни. События до и события после. Если это было линейно, то это, в принципе, да. Но, с другой стороны, подумайте, ведь линейно мы можем показать, но в жизни всё происходит так, как это нарисовано здесь. Сейчас поймёте. Вы можете идти в магазин, при этом думать, как вы поменяете свечи, в следующий момент уже решить, что вы поставите там теплицу. То есть, вы совместите кучу событий, которые будут сейчас с вами, да? Хотя у вас есть утро и ещё есть вечер. Согласитесь? Так вот, изюминка в том, что когда мы рисуем мёртвую систему координат, то есть нарисовая это как ось, ось Х, да, она мёртвая. Так в жизни не происходит. Так, может быть, где-то так нам удобнее понять, что до было. Есть всегда, если мы здесь находимся, есть до и после. Оно есть и здесь. Вот точка, в которой мы смотрим. А А, Б, С – это события, которые мы можем наблюдать. И можем, смотрите, в них участвовать. При этом вот это до, вот это после. Но внизу, здесь, конечно, физическое, а мы с вами переведём на рисунок. Но ведь вы двигаетесь, то есть время вашей жизни тоже двигается. Время ваше двигается. Теперь основная идея, которую мы потом проверим на опыте и докажем себе благодаря вот этой вещи. Смотрите. Есть три события. С нуля, развитие и разработка. Есть Мурат. Время жизни Мурата двигается. И как работать с этими событиями Мурат также определяет. Он мог определить сначала по классике, что он будет двигаться с нуля, изучать там два месяца, три-пять типы данных, перейдёт с функциям. Потом, через годик, перейдёт к развитию, начнёт работать с чем-то там, с Жанго. Потом, в конце концов, дойдёт до разработки, а потом начнёт думать и приблизиться вот к своей мечте. Пройдёт года четыре. Пусть так. Ну, примерно. Хорошо. Мурат определяет по-другому. Он говорит, а я выберу такое положение во времени и пространстве, чтобы все эти точки разработка, развитие и с нуля отрабатывать сейчас. Что мне не даёт возможность, работая с функциями, сидя дома, смотря на чайник, написать функцию, как я завариваю чай. Потом написать декоратор и заменить на кофе. Что мне не даёт возможность, Валера предложил функции, разобраться, а что, из чего состоят. Вот название функции, дальше, оператор, дев, а в котлин фан, дальше, а что в скобках аргумента, какие они бывают, а что вставляет тело функции, а как if, else, какие бывают конструкции. Я это могу разобрать. И я же могу сразу ответить на вопрос, а для чего я буду применять функции конкретно. То есть, опишу чайник. Но я уже думаю, как разработчик, а здесь я думаю, как человек, который разбирается в языке. Но при этом, я ещё вот здесь с нуля. Но ничего мне не мешает вот с этой позиции встать и начать двигаться с нуля. Моё время до моей мечты совсем короткое. А теперь давайте смотреть. Вот это у нас до, вот это после. При этом, смотрите, здесь имеется в виду скорость, но мы возьмём скорость жизни. По сути дела, я говорю об изменении угла зрения. Вот это у нас событие. А теперь давайте попробуем поменять угол зрения так, как мы сделали здесь. Раньше мы знали только, что надо начинать с типов данных, но не рассматривали функции. Когда у нас начало получаться, Валера подсказал, давай-ка, бери, делай функции. Потому что это действие. Я взял, поменял что? Я поменял угол зрения. Теперь у меня, ребят, это важно, это просто, это важно. Теперь у меня в голове вот то же самое и развитие, и с нуля, но я это учитываю в своём внимании. И вы же это делаете каждый день. Я же говорю, идёте там, идёте в магазин, уже думаете, как там для машины что купить, думаете, как там какие-то вопросы решать. У вас происходит куча событий. И в языке это тоже возможно. Запускаем. А белая полоса это угол зрения, да? И остановим. Оп! Прошло только что. Три события у нас в кармане. Вот, вот оно. Просто мы передвинули себя, скорость, себя передвинули в том, чтобы их видеть эти события. Иными словами, иными словами, придвинули сюда. Мы сейчас так же работаем с нуля. Но у нас во внимании уже три события. Разработка, развитие с нуля. И мы даже работая с нуля уже по-другому относимся. У нас другой опыт получаем. Потому что у нас три события, ребята. Мы растём быстро. И вот наша, вот, совсем короткая. Мы делаем то, что надо. На что это ещё похоже? Один постоянно готовится пойти на Эверест. Сидит и думает, как это сделать. А другой взял, что сделал? Взял и пошёл на этот Эверест. Первый день прошёл 100 метров, спустился, пока надо ещё подготовиться. Подготовился, завтра прошёл 2 километра, после завтра 3. Через 2 года смотришь, ты забрался. Он ходил. А тот сидел и думал, как я пойду? Так вот, я говорю, Мурат, давай-ка сюда, и давай-ка сразу будем напрягать мозги. Давай-ка, вот ты что сделал? Привычки определил? Следуй им. Они тебя будут выталкивать. Убери отсюда привычки, твоя система координат лопнет, ты начнешь делать ошибки. Ты можешь добавлять свои привычки, но те, которые выработаны ошибки людей, для программиста работа с командной строкой, разбираться в том, что непонятно, записывать, описывать, работа с доками, это нельзя выбросить, это твои грибные винты, они тебя всегда выталкивать будут и не дадут ошибиться. Делай эти привычки, ты приобретаешь движение, то есть мотивация у меня получается, у тебя же со строками получается, с функциями получится, опыт, опыт и мотивация дает то, что у тебя получается. Вот твои грибные винты. Но можно было поступить по-другому. То же до, то же после. Идем дальше. Оп! Смотрите, что произошло. Изменили угол зрения. Теперь сначала идет событие С, потом событие А, событие Событие Б, потом событие А. По ходу прохождения этой линии. Еще раз посмотрим. Сейчас назад повернется. Сначала было то, что вместе. Теперь, смотрите, проходит событие С, событие Б, событие А. Уже идет другой угол зрения. Иными словами, как это совместить? Сначала мы бы работали с нуля, изучили типы данных, дошли до функций, дошли до функций, пошли бы работать с функциями, потом дошли бы до разработки, пошли бы работать с разработкой. было бы понятно, что видно, видно здесь, что событие происходит не одновременно. Сначала происходит событие С, сначала потом событие Б, потом событие А. То есть, у нас же и прошлое, и будущее, оно не меняется, да, мы всегда в настоящем находимся, есть прошлое, есть будущее, но, поменяв угол зрения, то есть, приняв другое решение, уже события пошли другим чередом, значит, времени мы больше потратим, почему? Потому что, если в первом варианте события были на одной линии, мы их сразу воспринимали, и за счет чего мы могли знать, потому что мы себе в голове расставили, что есть что, а в другом варианте мы идем поочередно, и у нас сначала наступает событие А, событие Б, событие С сначала, потом событие Б, потом событие А, время дольше, что, от чего это зависело? От принятия решения. И здесь можно посмотреть следующий вариант, а вот в данном варианте пойдет все наоборот, он к нам не относится, но просто мы видим, что сначала будет А, Б, С, да, просто важно понять, находясь в одной и той же точке, точке, в настоящем, у нас есть всегда прошлое, есть будущее, и говорю, если бы мы рисовали в двухмерной системе координат, как здесь, да, то здесь да, все казалось бы так, но ведь в жизни все по-другому, в жизни мы всегда принимаем решение, принимаем решение, и выбираем позицию, то есть, что попадет в зону нашего внимания, и когда, допустим, мы определили вот этот вариант, что в зону нашего внимания сразу попадает А, Б, С. Значит, что нам надо было сделать? Верно. Понять для себя, а что же такое, что я буду делать и понимать под изучением с нуля, а что я буду понимать, и что я буду делать под развитием, как я буду понимать, что я буду развиваться, а как я буду, чему я буду обучаться, что для меня разработка такое, да? Как я буду понимать? А я говорю, ребята, этот вопрос решается элементарно. Читайте статьи, смотрите видео. Отлично, смотрим. Читаем статьи, и эти статьи, если читать, как делал Мурат, с карандашом, с бумагой, у нас ответы дадут, первичные. Хорошо, дальше мне сложно. Я говорю, подожди, так работай в группе, в группе можно подсказать. Понятно, составил план, если бы Мурат не работал в группе, я бы ему не подсказал, да, что давайте с функцией, потому что я увидел реально, вот как он работает. Но это же подойдет большинству, большинству ребят. вот это и есть то, что мы видим каждый день в жизни, когда идем и думаем о трех-пяти вещах. Это и есть относительность одновременности. То есть, есть три события, это в данном случае у нас изучение с нуля, развитие и разработка. Три разных уровня развития. И зависит от того, что эти уровни мы можем наблюдать или сразу, или по отдельности от нашего угла зрения. Иными словами, более проще. Вот принятие решения. Но чтобы принять это решение, важно для себя разобраться, что я под этим буду понимать. Что я под этим буду понимать. И когда вот эта система у нас в голове, то все начинает происходить. То есть, как говорится, тогда получается жизни, если поставишь вопрос, то ответ точно получишь. Иными словами, на ловса и звер бежит. Вы просто понимаете, что вам надо, что искать. Вот простая система. Банально. И при этом совершенно очевидная. Совершенно очевидная. ой, даже устал уже от этих видео сегодня. Ну, хотелось рассказать более подробно, чтобы люди поняли, что все реально. Давайте подходить к концу и банальный пример. Вот это у нас пусть будет помидора. Ну, для примера, да. Я уже не буду скачивать. смотрите. Вот возьмем первое. Мы можем поступить одним образом. Это у нас будет, допустим, весна, лето, осень. То есть весной посадить семена, ухаживать, осенью получить помидору. Период времени определенное количество месяцев. Мы решаем, принимаем решение. Я хочу, чтобы помидоры были постоянно. Решение. Решение полностью влияет на время, на наши силы, на наши действия, вот на наши функции, как говорится. Я могу поступить следующим образом. Я могу пойти в магазин и покупать помидоры. Да, хорошо. Но при этом мне не нравится моя работа, допустим. Но ведь я же могу сделать теплицу, выращивать помидоры круглый год и заниматься любимым делом. Я говорю, к примеру, и людям работу дам, и у меня будут всегда свои помидоры. И я буду продавать и заниматься опять. Решение. Три взгляда на одни и те же вещи. и три разных решения, при этом выход разный. Вот тут уже счастье. Человек счастлив, он ест помидоры и выращивает их, и круглый год их видит. Хорошо. И это относится ко всему. То же самое и к языку относится. Ребят, все получится. Начинать надо для тех, кто с нуля. спб теретут.ру Как мы говорили, второй язык начать котлин. Мы много говорили о разных языках. Вы найдете на спб в этих статьях много ссылок и в этих видео. Важно одно, вы поняли, что надо для того, чтобы получилось спрограммирование и оно получится у другого. По минимуму понимать, куда двигаться. Есть ответы в статьях, где-то в группы подсказки, где-то уроки. Если я сказал, вы будете делать, как я говорю, то есть подведем итог этой системы, да, коротко. Когда вы разберетесь, что для вас разработка развития из нуля, определите, хотя бы какие-то планы начнут двигаться, планы начнут совершенствоваться. Это первое. Второе. Важные привычки, которые прочитаете в этих статьях, мы о них говорили, работать с командной строкой, и там много-много других, и писать код. Дальше. Я много писал в этих статьях, что рассматривайте видео уроки школы, как первый шаг. Плюс работайте в группе, всегда можно увидеть, где что-то хромает и подсказать. Поэтому скажите, таким способом трудно научиться программированию? Нет, не трудно. По шагам последовательно спокойно. Поэтому какова же ваша основная задача? Правильно, определить ваши отношения с языком. Кто-то приходит в школу, просто учится по урокам, кто-то наблюдает за тем, кто делает в группе и тоже берет этот опыт. Кто-то сам участвует в группе, у каждого свои. Здесь каждый вправе делать так, как он хочет. Я никого не заставляю. Смотрел, смотрел вот около года на Игоря Лисицына, вижу, двигается, двигается, старается, начал подсказывать. То есть вам надо понять главное, что в школе вам надо, вот если идете в школу Бовсуновского, то вам надо выстроить отношения с языком. И моя задача всего лишь направить. А писать код будете. Спасибо за доверие, все получится.